Показанный способ не повторять и смотреть ролик до конца, чтобы понять цену после титров. Всё. Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбо Макс, и в этом видео мы постараемся вернуть FC клиент на Xbox, на котором мы удалили это приложение. И как всегда, перед началом видеоролика попрошу вас поставить лайк и подписаться на канал. Ну, всё-таки я рискую не вернуть FC клиент. Вообще, если кто-то не знал, то недавно FC клиент, это приложение, которое позволяет смотреть бесплатно фильмы, сериалы и так далее. Короче, очень неудобный торрент на Xbox, удалили с Microsoft Store. И по сути, в данный момент FC клиент никаким образом не скачать. Но сегодня мне пришла идея, как можно вернуть FC клиент на Xbox, с которого мы его удалили. В данный момент пока что это лишь теория, поскольку я ещё и это не пробовал, в этом видео я попробую это. И чтобы это попробовать сделать, нам потребуется два Xboxа. Xbox, на котором нет FC клиента, и Xbox, на котором есть FC клиент. Короче, пошёл я за Xbox One S. Так, Xbox готовы, всё нормально, единственное, этот пока обновляется. Пока он обновляется, попытаюсь вам объяснить суть, так скажем, моего способа по возвращению FC клиента. Я на самом деле не знаю, пока получится он или нет. Короче, суть моего способа, пока теоретического, заключается в том, что если на одном из Xbox есть FC клиент, при помощи функции копирования игр его можно перенести на второй Xbox. Пока этот Xbox обновляется, мы удалим с него FC клиент и попробуем при помощи функции копирования игр с этого Xbox перенести это приложение сюда. Да, на самом деле я реально пока не знаю, получится это или нет, но я надеюсь, вы поддержите меня лайком за такие старания. Да, наконец-таки эск обновилась. Кстати, не обращайте на такие внимания полосы, поскольку эск стояла на телеке, где был 4К. Здесь Full HD, и поэтому она немножко потерялась, на каком телеке она находится. Если что, эти полосы легко убираются тупо в настройках. Переходим в настройки, параметры отображения ТВ, и на 1080. Просто там стояла 4К, поэтому он немножко не понял. Да, сохранить. Готово. Ну а теперь давайте перейдем к самому интересному. Чтобы проверить мой способ, нужно удалить FC клиент с одного из Xbox. На самом деле это пока нелегко сделать, поскольку я рискую реально потерять FC клиент на одном из Xbox. И когда я спрашивал разрешение своего брата, можно ли я удалю FC клиент с твоего Xbox, он сказал нет. Я сказал, ну чел, это как бы ради видоса, он сказал нет. Поэтому я рискую от него получить люлей. Но что не сделаешь ради контента. Мне реально стрёмно. Блин, я реально рискую его потерять. Ну что, была не была. Да, всё, FC клиент пропал. Чего меня ждёт теперь от своего брата? Да, я даже и не знаю. Так, ладно, не падаем духом. Давайте проверять мой способ, который, так скажем, я придумал. Так, присядем и давайте начнём колдовать. Смотрите, чтобы по сути проверить мой способ, нам нужно включить вот эту вот штуку. Передача по сети. И найти нашу вторую консоль, на которой есть FC клиент. Смотрим, 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 потому что приложение он тоже показывает, и их тоже можно скопировать. Опа, на, не понял. Походу, мне придётся получать люлей от своего брата. Я пока не понимаю, в чём прикол, и почему FC клиент удалился вообще. И, так скажем так, как будто его тут и не было. Дело в том, что он на второй консоли якобы не показывает, и я не понимаю, почему. Ну, здесь FC клиент есть. Походу, меня всё-таки ждёт жопа. Знаете, пока я сидел в унынии, на самом деле, мне пришёл в голову ещё один способ по возвращению FC клиента. Я, опять же, не знаю, проканает ли он. Если, опять же, применить теорию, на которую я, блин, надеялся в этот раз, а она меня не спасла, это воспользуется хранилищем, именно внешним диском на 128 гигабайт свыше и USB 3.0. Попробовать, так скажем, качнуть FC клиент на него и передать снова на Xbox. Я, опять же, не знаю, сработает ли он, но если вдруг у кого-то есть внешний жёсткий диск, то попробуйте сделать то же самое. То есть, например, возьмите Xbox, на котором нет FC клиента, не удаляйте самое главное, как это сделал я, и попробуйте, так скажем, при помощи внешнего жёсткого диска перенести сначала приложение на него, а потом на него, на Xbox One, и, так скажем, отписаться мне в комментариях, потому что меня брат реально может прибить. Так, ладно, не отчаиваемся, давайте попробуем сделать по-другому. Сейчас у нас консолька подключена именно к сети, по роутеру. И, возможно, что функция работает пока неправильно. Поэтому сейчас попробуем Xbox One S именно по проводу, потому что, когда я пользовался этой функцией, она работала не так, как нужно. Нет, походу мне капсдец. Опять же, я пока не понимаю, почему реально это произошло, потому что при помощи копирования игр все игры и приложения должны быть видны. Но дело в том, что залазя через этот Xbox на тот Xbox, он не показывает, что есть вообще такое приложение. Да, возможно, из-за того, что оно удалено с Microsoft Store, но, как по мне, это немножко бред. Кстати, давайте сейчас попробуем посмотреть на скорость переноса игр, потому что мне в комментариях писали, что как бы это должно быть быстрее, из-за того, что если ты подключишь напрямую к роутеру. Давайте попробуем копировать выбранное. Опять же, на самом деле, обсуждая вот этот способ, не очень понимая, вы видите, он все равно пытается скачать его через интернет, я так понимаю. Да, передача по локальной сети, но скорость вы сами видите. Да, и опять же, я не понял. Хотя я сейчас приставку присоединил прям напрямую к роутеру через кабель. И второй Xbox у меня тоже через кабель. Да, на самом деле, это что-то вообще кобздец. Я на самом деле, ну, реально не ожидал такого подвоха и думал, что, так скажем, при помощи этой функции можно вернуть и все клиент. Но, видимо, я капец как прогадал. И я не понимаю, почему, потому что, ну, это какой-то бред. Потому что, по сути, через эту функцию он должен видеть то самое приложение, но в итоге он, по факту, его не видит. Опять же, единственная надежда у меня на то, что только при помощи внешнего жесткого диска можно как-то перенести с одного Xbox на другой. Опять же, проканает ли? Я не знаю. Короче, такой вот получился видос. Попытался и вернуть и все клиенты. У меня нифига не получилось. У меня капец от брата. Что могу сказать? Ну, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Ну и спасибо вам за просмотр. До новых встреч. Ну, Илюх, я правда не знал, что так будет. Да за что? Субтитры сделал DimaTorzok